Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте. Начинается программа Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мы сегодня поговорим о событиях, напрямую связанных с календарем. И вот так уж получилось, что в истории Латвии 13 января, действительно многие об этом говорят, было неспокойным днем. Если копнуть глубже в историю, в 1905 году был расстрел рабочих, которые вышли поддержать своих коллег. Вот расстрел кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге тогда. И многие сейчас историки говорят, что это было первое выступление, может быть, и с национальным таким потекстом, поскольку выступали против тех порядков, которые тогда существовали. В 1991 году, тоже 13 января, заместитель председателя Верховного Совета Дайнис Иванс по радио призвал всех собраться на Домской площади в Риге в знак поддержки народа Литвы. Тогда был штурм Вильнюсского телецентра, погибли люди. И вот через какое-то время, уже в 2009 году, произошли другие волнения, которые случились вот в Старой Риге. И как раз-таки обо всех, об этих, ну вот уже о последних событиях мы поговорим и попытаемся проанализировать эти события и, может быть, их роль и такую политическую значимость. С нашим собеседником сегодня с нами на прямой связи бывший президент Латвии Валде Затлерс. Господин Затлерс, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Можно вспомнить, конечно, ваше участие в революции зонтов, которое было, ну, на два года ранее. И, кстати, ведь началась эта акция, я имею в виду уже 2009 года, с письма, открытого письма латвийского актера Карлиса Себриса, который скончался вот как раз накануне событий. И вот артист Пабрик зачитал, это было во время революции зонтов. Народ сегодня не просит, а требует ответа от своих правителей, где ваша совесть, где ваша порядочность. Человек, который не слышит глаз народа, не должен быть у власти. Вот как вы считаете, вот эти события, они, ну, вот выступления, которые были, и тогда вот такие волнения, вызванные экономическим кризисом, они достигли своего результата? Власть услышала вот это мнение народа? Ну, конечно, это был такой эмоциональный подъем, который кончился, да, с варварством, да, в старой Риге, да, разбитые окна, стекла окна парламента. Это, конечно, это заставило всех задуматься, задуматься и министров, и внешних, и внутренних дел, да, также политиков, да, также самого общества, да. Что же это было? Потому что, ну, в принципе, влатые такие вспышки, варварство, они очень редкие. И упомянули практически, ну, и 13 января 1905 года, ну, и вот это. Ну, там есть вот такая суть, что вот политики хотели вот это историческое событие использовать как рекламу, саму рекламу. И, к сожалению, сама задумка была очень хорошая, да, и, ну, привлечь внимание, да, и дать возможность народу высказаться. Но подготовлено очень непрофессионально, то есть эмоции были нагнетены хорошими выступлениями и так далее. А в конце не было ни одного предложения, что же делать дальше? И сами сказали спасибо и сейчас разойдемся. Ну, так поступать с народом нельзя, да, если его эмоции ты уже поднял, ты должен сказать, куда идти и что делать, да. Ну, конечно, что, ну, в тот момент, ну, на этой волне эмоций, да, и пошла эта вспышка, варварство, да, которая, ну, вообще не характерна для латвийской общества. Да, я тогда находился тоже в гуще событий. И, конечно, на второй день все спрашивали, а что, вот как это может быть? Ну, вот это может вот так быть, да, потому что не были готовы, не были готовы ответить на вопросы, которые задает твой народ. Ну, вот я как раз, да, был свидетелем всех этих событий, просто я был на улице с Милшоу, вел репортаж вот на радиоболтком, и на моих глазах люди переворачивали машину, на моих глазах люди били стекла, и, конечно, это было ужасно, когда, ну, летели камни, и вот ты не понимаешь, кто их бросает, и это какое-то, ну, такое вот кажется иррациональным совершенно. Но мы видим сейчас, вот как, что в мире происходят очень похожие события и в странах, которые мы всегда считали тоже образцом демократии, и более гораздо политически совершенными даже, может быть, с которых мы брали пример, мы помним желтые жилеты во Франции, сейчас то, что происходит, вот штурм Капитолия в Соединенных Штатах Америки, можно ли провести параллели, что и там тоже вот не смогли объяснить людям, куда направить свою энергию, и это привело к таким вот актам насилия? Ну, Америка это особый случай, потому что сам президент США 4 года искал какого-то злодея внутри общества Америки, и ругал этого внутреннего врага, да, создавал этот раскол, каждой своей речи. Я слушал ее речи и думал, с чем это все кончится, да. Обычно это лидер народа, он старается сплотить народ, да, и чтобы, если, ну, там трудно, то ищет какого-то внешнего врага, да, и чтобы вот это все мы сплотимся против внешнего врага. Трамп делал большую ошибку, он искал вот этого внешнего врага внутри американского общества. В результате у нас есть раскол. Обычно мы так оцениваем демократии или зрелость демократии, как переходит власть после выборов, если меняется правительство. И обычно говорят, вот зрелые демократии, они, вот этот период перехода в власти, у них мирный. Даже вот обычно, ну, старая власть дает какой-то совет или демонстрирует, что они поддерживают, что это демократия, они проиграли, да. И слабые демократии, и молодые демократии, там всегда после выборов есть те, которые проиграли, недовольный результат им протестируют. Я, например, Либии, да, когда Каддафи ушел, думаю, сказать, вот сейчас демократии, сейчас выборы, и были эксперты, которые говорят, они не готовы к выборам, да, потому что 100% это приведет к гражданской войне, потому что те, которые потеряли власть или не завояли власть, они будут выступать, и даже грубо выступать против результатов выборов. Что мы имеем в Америке? Вот этот сам факт, что люди проникли в самую цитадель демократии, Сенат, Капитолия, Ну, где же была, где же была бы власть, где же были службы, где были полиции и национальная гвардия и так далее. Не так легко. Я долго думал об этом, потому что, во-первых, никто не ждал этого. Потому что сам президент накнетает страсти, да, чтобы идите там, докажите, что я не проиграл. Это, ну, первый раз в истории США такое. Но там и опасность в чем-то. Ну, у каждого из этих людей, которые там пошли на штурм, они могли иметь пистолет. Разрешение на наношение оружия, да, это тоже все то, которое защищал Трамп, да. Вот это было очень опасно, потому что, ну, один выстрел, и все. Так что это не было так легко, это было, ну, там есть чем подумать и американским властям, чисто на уровне безопасности Капитолия. Но вот где найти этот механизм? И вот у нас существует ли такой механизм, который позволяет людям выразить свое несогласие, например, с политикой, ну, действующей политикой правительства Сейма, но в то же время не прибегая к уличным беспорядкам? Потому что это уже понятно, что это крайняя мера, спровоцированная каким-то, ну, невозможностью найти какой-то мирный выход. Ну, я бы сказал, дурной пример всегда такой, заразительный. Конечно, если даже в этих условиях, когда у нас есть условия ковида и всеми запретами и специальными мероприятиями, и здесь можно. Никто не сказал, что 25 человек не может выйти на площадь с плакатом и громковыривенем и выразить свое мнение. Но суть о том, что те, которые организуют вот эти мероприятия против ношения маск, да, они этого не хотят, они хотят беспорядков. Мы смотрим, да, когда вот толпа людей, ну, маленькая, но все-таки становится вокруг полицейских, да, и в всех руках камеры, все снимают. Их цель снимать кадр, да, то есть снимать себя, вот какой я умный, ну, и провоцирует это эти полицейские. То, что наши полицейские уже настолько профессиональные, что это все выдержали, это слава и честь им, да. Но факт, что сами люди, ну, с первого момента, они не хотят выразить вот этот протест, ну, 25 человек с плакатами, да, они пытаются создать вот такой ажиотаж, да, чтобы люди пошли, смотрели, участвовали, да, и потом они говорят, вот, мы не подчиняемся закону, потому что нам не нравится власть, да. Подчиняться к закону нужно, да, а возможность выразить свои мнения у нас есть. Это не отсутствует. Я знаю, что вы сейчас будете задавать вопрос насчет Твиттера и Трампа, да, это такой классический вопрос. Есть одна красная линия всех протестов и свободы речи. Это речи ненависти. Это красная линия здесь, в Латвии, да, это красная линия тоже в Америке. Эта красная линия должна быть во всем мире. Если ты нагнетаешь ненависть, ну, тебе это слово не дают. И тебе выгоняют из Твиттера, потому что ты опасен, опасен. Ты не выступаешь в этой платформе своими идеями или своими планами, да, и с олиценткой. Ты нагнетаешь ненависть. Это нельзя допустить. Но вот этот пожизненный бан, как, в общем-то, ну, так образно говоря, Трампа, вы считаете, не ущемляет все-таки демократию? Потому что многие в Европе политики выступили и сказали, что, ну, можно было на время, на какое-то, но просто выбросить его, это было все-таки ошибкой. Нет, это очень ясный, очень жестокий акт, но это надо быть так, это символически. Вот такие, как Трамп, они должны сидеть дома и не нести, то есть не произнести речь ненависти. Трамп не остановится, он будет Трампом до конца своей жизни. И даже трампизм, если же такой термин, он так не исчезнет. Президенту Байдену будет очень трудно сплотить народом, перестать сопоставлять две стороны. Это было уже гражданская война в Северной Штатах, но это было давно, там были ясные споры о рабстве. Сейчас такого спора нет. Сейчас спор такой, что я могу делать все, хочу. Ну, это не так. Демократия все-таки это система управления, система для людей, для народа, как выразить свои мнения, достигнуть свои цели. Это не просто ругодня и такая, как сказать, ну, я единственный правый, имею право вот это все делать. Это не так. Даже президент США не имеет права делать все, что он захочет. Он все-таки поставлен в рамках демократии, которые уже традиционно существовали в Северной Штатах уже многие-многие лет. Но вот мы знаем, что в последние годы активизировались всевозможные экстремистские организации. Вот вы упомянули, что огромное количество единиц оружия находится на руках американцев. Не может ли это спровоцировать еще большие какие-то, ну, более опасные выступления сейчас? Все возможно, но для этого есть спецслужбы и есть силы полиции, национальные гвардии, которые это могут предупредить. Нам самое главное это не допустить, а не просто сказать, ой, это случилось. Для этого есть и правительство, есть люди, которые об этом должны думать. Потому что для политиков и даже для спецслужбы очень важно уметь создавать модели, как народ или отдельные люди будут реагировать на какие-то конкретные ситуации. Это очень важно, потому что в нашем мире в данный момент, да, с этими всеми технологиями, когда все снимается, все, в принципе, секретов нет, да, надо думать, что как, я называю это в английском, да, perception management, то есть, ну, менеджментом восприятия, как люди вот это воспримут, да, но смотрите даже на простые, как будто все ясные вещи, да, на вакцинацию, да, люди осторожны, я не знаю, я не хочу, пока не хочу, да, то есть, ну, нам надо понять, как менять вот это восприятие людей на конкретные ситуации. Ну, для этого и есть правительство, для этого и есть лидер народа. У нас есть звонок, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Доброе утро. Да. У меня к вашему гостю один вопрос. Скажите, пожалуйста, события в Америке, а мы говорим, что Америка кончит демократичная страна, говорит о том, что закон нарушать никто не должен, и все должно быть по закону. А как вы расцениваете в этой части теперь ситуацию в Белоруссии? В Белоруссии Лукашенко избран по закону, в соответствии с Конституцией. Нравится это кому-то, не нравится? Понятно. Господа Тихановская и все, кто ее поддерживает, не предъявили ни одного документа, подделки каких-то документов. Спасибо, я понял, да, у нас просто очень мало времени. Вот можно ли провести параллели между США и Белоруссией? Ну, будем сказать, что демократия Белоруссии, ну, совсем другого сорта, чем демократия в Соединенных Штатах, да. Это демократия Лукашенко. И если вы слушали интервью Лукашенко за последние 25-30 лет, то это всегда. И я тут хозяин, да, я хозяин, веду это хозяйство с добрыми намерениями, да, все должны слушаться. Оппозиция, да, должна быть оппозиция, но послушная оппозиция, да. То есть, ну, это специическая демократия Белоруссии, да. То, что в данный момент вот это, с этим, с этой демократией Лукашенко недовольны очень многие в Белоруссии, это факт. Как это изменить? Ну, посмотрим, да, конечно, можно и так нагнетать давление на людей, сажать их в тюрьме, избивать их, да. Ну, если это вы называете демократией, да, то подумайте один момент, да. У нас там просто взяли одного человека, который не послушался полиции, да. Какой уже был шум, да, что эта полиция делает, да. То есть, вы понимаете, вот восприятие демократии и закона, использование самой главной закона и в каких целях, это вот это понятие разных странах, оно разное. И я очень доволен, что у нас вот этого всего нет, нет ни Америки, нет ни Белоруссии, да. У нас все-таки нашли какой-то очень равновешенный, да, вариант демократии, где мы все чувствуем себя свободным. Если кто-то не чувствует, включая вас, да, несвободным, ну, это все-таки опять, это ваши личные проблемы, потому что свобода, это опять, это ощущение. Это не факт, да. Вот избияние людей, это факт, да, а вот ощущение вот демократии, ощущение вот свободы, это вы не можете доказать и измерить никакими конкретными измерениями. Ну, вот так и Белоруссии я могу сказать. Кто будет выбирать дальнейший путь Белоруссии? Народ Белоруссии, да. Народ Белоруссии, да, нам не надо там вмешиваться, нам надо помогать, если им трудно. Вот не кажется ли вам парадоксом, что общество за другую политику, которое тогда вот в 2009 году организовало митинг и требовало распуска Сейма, опять-таки, затем объединилось, ну, в объединении в Вену Атейба, затем была явно в Вену Атейба, и сейчас уже появляются требования распустить очередной Сейм, где находятся уже, ну, вот те самые политики, которые когда-то выступали. Вот нет ли в этом какого-то, не знаю, дракона кусающего хвост, какого-то парадокса? Ну, вот эта партия, да, была микропартия, да, Пабрикс и Штокенбергс. Практически две персоны, да, которые были известны, да, и пытались создавать партию. Не создали, ну, и если даже создали, то это не только. Ну, Штокенбергс исчез из политики, Пабрикс остался, ну, такая жизнь, да, те, которые умеют приспособливаться и меняться, да, те остаются те, которые, ну, как сказать, остаются такими, как они есть, это и они уже уходят из политики. В политике нет двух шансов, или ты в политике, или ты не в политике. А возвратиться в политику после того, как ты потерпел поражение на выборах, ну, практически невозможно. Это такая иллюзия, мы выйдем уже на нашей истории в Латвии, да, это невозможно. Да, вы хорошие люди, да, но людям уже вы не нравитесь, люди уже вам не доверяют. Вот эта смена поколений, да, смена поколений политиков, да, и лидеров, это нормальный процесс. И хорошо, что он происходит, да. А в тот момент я бы обеих назвал просто безответственными людьми, которые не понимали, что они делают в тот момент, 13 января. Но вот эти события повлияли на ваше решение все-таки распустить Сейм вот в 2011 году. Было ли, вот, ну, удержали ли вы в голове вот те, революцию зонтов и события 2009 года? Ну, революции зонтов было другое дело. Я даже выступил там даже неумело, да, и не подготовлено, да. Но я понял то, что надо снять вот этот эффект, который, ну, эмоционально, эмоционального наглетения, да, эмоции таких, да. Ну, мне это удалось, потому что потом господин Раутсов, который читал вот эту резолюцию, там уже ура, и такой, давай пойдем, бить окна, не было. То есть, ну, я доволен был, хоть и это сделал не очень профессионально, да, что я снял вот это напряжение толпы. Это очень важно. Я тут отвлекся немножко. Но я говорю, что вот ваше решение распустить Сейм в 2011 году, да, вот оно... Ну, первый, который там кричал у Сайма, а распустить Сайм был Рэпшер. То есть, политик и депутат Сайма, да, сам сказал, ну, надо распустить. Мне было и ситуация, когда ко мне приходил министр, то есть, премьер-министр Гудман и сказал, мы сами распустимся. Я говорю, извините, да, но в Конституции вы не можете сами распуститься, да, то есть народ вас может только распустить. Конечно, я последовал вот этим популярным ультиматумом, то есть задачами, которые надо делать и правительству, и Сайму. Это классическое, ну, ведение кризисной ситуации, то есть дать короткосрочные задания, да, чтобы их можно было выполнить, не такие, которые не можно выполнить, снять напряжение, да, и, конечно, выиграть время. Что, в принципе, связывает вот это 13 января и тот момент, когда Майя объявил на референдуме. То есть надо было задуматься об этом, надо было промоделировать, да, если вот такой случай придет, да, что мы будем делать, как мы будем это делать, как мы будем это говорить народу, да. То есть вот эта возможность и вот такой модели, которую мы создали, в принципе, канцелярия президента, ну, это было просто потому, что мы поняли, что такая ситуация, что нужно будет вот это делать, может прийти. А тот момент, наверное, такой ситуации не было, надо было спасти, в принципе, власть, да, и правительство, и Сайм, да, чтобы они действовали, потому что был экономический кризис, какой там вам еще 5-месячная самотоха, да, о выборах, да. То есть это нельзя было повредить, но это, конечно, дали, да, вот это, то, что происходило 13 января, дали повод подумать, да, 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 дали повод, да, серьезно думать об этом, да. Ну, то есть надо извлечь уроки из каждого, из каждой ситуации, да, и даже, ну, все силы внутренних министерств, которые делают, тоже какие-то уроки из этого сделали, да. То есть не надо пугаться, не надо, ну, там, сердиться на что, вот так случилось, как это может быть. Надо думать, почему это было, что мы делаем неправильно, как подготовиться, если будет такая ситуация в будущем. Спасибо большое, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, с нами был на прямой связи. Спасибо вам, господин Затлерс, всего доброго, хорошего дня. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Ассоциированный профессор Латвийского университета и социальный антрополог Айвита Путниня тоже даст свою оценку тем событиям, и вот мы поговорим о их роли в нашей истории. Утро на болткоме